Сегодня мы с вами начинаем урок живописи. Как можно нарисовать хорошую картину, не имея навыков. Рисовать мы сегодня будем маслом. У нас на занятии присутствуют три прекрасных девочки. И вы увидите, как могут трех, восьми и девятилетние дети без совершенно каких-либо навыков нарисовать красивую картину. Так, приступаем. Значит, у нас есть холст. В наш урок мы начнем с маленькой такой медитации. Закрыли глазки. Я вам буду рассказывать, вы будете представлять. Вы должны будете запомнить то, что у вас представилось. Представьте, хорошая погода, летний денек, голубое небо, прозрачный воздух, тепло. Может быть, есть маленький ветерок у кого-то. Кто-то может представить картинку без ветерка. Цветы, деревья. Может быть, одно дерево, а может быть, их много. А может быть, это просто поляна без деревьев с цветочками. Возможно, там есть речка, вдалеке горы. Светит солнышко. Или вы видите только свет от солнышка. А самого солнышка нет на небе. Может быть, там есть маленькая радуга. Представьте себя чем-нибудь, кем-нибудь на этой картине. Например, цветочком. Как вы видите всю картину свою, как будто бы цветочек. Или дерево. Или птичка, которая летит под ним. У кого получилось представить свою картинку, может уже открывать глазки. Вы представили, что вы будете рисовать? Да. Примерно у нас все будет одинаково, потому что у всех, конечно, будет прекрасный денек солнечный на каждом нашем мольбертике, холсте. Но на самом деле все наши произведения, которые получатся, будут разные. Потому что никто не знает, кто чего представил. Первым делом мы покрываем наш холст растворителем. Итак, мы обрабатываем наш холст растворителем для масляных красок. То есть мы его вот здесь, 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 здесь хорошей широкой кистью обрабатываем. Девочки, вы видите, да? Да. Я ее полгода назад нарисовала, а все, она пахнет еще. Поэтому, конечно, ваши картины будут пахнуть. Вот, мы покрыли. Сейчас. Видите? Все это очень просто. Все, мы покрыли холст. Мольчего сложного в этом совершенно нет. Не было. Не было. То есть это может каждый ребенок сделать совершенно. Теперь мы берем... Нет, она еще пригодится. Смотрите. Берем белые, белила так называемые, белые масляные краски. И покрываем, смотрите, девочки, покрываем опять холст. А для того, чтобы нам потом, вот поэтому вы сейчас будете накладывать и поймете, как мягко накладываются масляные краски. А так как у нас уже холст покрыт растворителем, оно очень быстро растворяется и покрывает. Да. И потом вам будет рукой очень мягко-мягко по нему рисовать. Все, видите, 5 минут, это гораздо быстрее даже, чем растворителем мы покрывали. Теперь мы берем голубой. И смотрите, как у нас быстренько голубой уже покрывает всю нашу картину. У нас же голубое небо. Мам, а надо именно весь холст? Да, весь холст мы покрываем. А зачем весь? Потому что у нас часть неба, а часть травки. А чтобы была травка, достаточно добавить желтый цвет, и она превратится в травку. Мам, белый как смыть? Мам, а белый как смыть? Белый не надо смывать. Белый у нас там остался. Это он, смотри, сейчас смешивается с голубым. И здесь ничего страшного. И будет красиво. Да. И вот что у нас получается. Красиво. Красиво. Можно я ем? Листочку. У меня одна есть. А уже можно кисточку? Да. Все, делаем, девочки. Все с этим заданием справились с легкостью. Теперь, смотрите, мы работаем мастихином. То есть мастихин, это у нас вот такой инструментик. Что мы делаем? Мы берем красочку на него и начинаем вот так наносить. Прямо втираем ее в наши дырочки. На холсте, вы видите, там дырочки? Дальше работаем мастихином. Втираем прямо. Втираем. Чтобы у нас все дырочки, все поры на холсте были заполнены краской. Это тоже, да, очень приятно для руки, когда так она ползет. Нравится вам? Да. Да. И дальше мы всю картину с вами будем рисовать практически вот таким инструментиком. Не боимся, да, добавляем синенький ультрамарин. Можете добавить беленький. А посмотри, у тебя на палитре есть такой темно-синий. Вот так? Да. Подцепляй его на свою лопаточку и намазывай. Ну смотри, как получается синяя. Да, я уже пробовал. Вот здесь на краешек, здесь, вот так вот. Можете как включать синяя. А, полива должна прям надавливать вот так, чтобы... И смотрите, если вы наносите маленькими мазочками, да, вон какое небо у нас получается. А если вы растираете, прям втираете, то оно получается совсем другое, правильно? Поэтому вы можете делать как... Вы представили вот свое небо, какие-нибудь? Так и делаете. Да, постараюсь. Как вам нравится. Как вам будет приятнее смотреть на вашу картину. Добавляйте белый цвет. Вот смотрите, я добавляю белый, и у меня уже получаются какие-то облака. Похоже на облака? Да. Да. Я добавила белый. Молодец. Радуга у кого-нибудь была на небе? У меня нет. У меня да. У Леночки была радуга. Холст нашей самой маленькой Леночки, которой только будет 4 года. Вот какое у нее небо замечательное получилось. И она хочет на него нарисовать радугу. Я сейчас покажу, как можно нарисовать радугу. А Леночка уже потом продолжит. Мы берем нужные краски, которые нам нужны для радуги. И начинаем вот так ее рисовать. Ленуся, она у тебя с какой стороны будет, радуга? У меня? Да. Покажи мне, иди на рисунки, где у тебя должна быть радуга. А то я рисую на свое усмотрение. Где она у тебя будет? Вот подожди, смотри. Вот так она будет идти? Или она будет здесь идти, потом исчезать в облачках, потом опять появляться? Она идти. Идти будет, полная будет, да, радуга? Ленусь, смотри, вот так вот ты должна будешь нанести сейчас радугу. Леночка, ты здесь видишь? Леночка, ты здесь видишь? Леночка, ты здесь видишь? Возвращаю тебе. Так, ну смотрите, давайте, я тоже с вами нарисую солнышко. Берем нужную нам красочку. Я ее делаю совсем бледненькой. У меня будет не ярко, желтое солнышко. Для этого я его смешиваю с белой красочкой. В желтый добавляем. Только смотрите, если у вас белый там уже с синим, то ваше солнышко может стать какого цвета? Зеленого. Ой. Не хотелось бы, конечно. Мам, над шажочками тоже так, да? Да. Рисуйте свое солнышко. Потому что если вы будете не такими шажочками это делать, то у вас краски смешаются. Понимаете? То есть можно, конечно, не делать сегодня солнышко, сделать его завтра на этой картине. Или вечером, когда краски немножко подсохнут. А сейчас у нас свежие краски. Так. Что мы рисуем дальше, мои милые девочки? Лен. Что? Мы начинаем с вами рисовать первый план. Но начинаем мы его с вами рисовать с горизонта. Что такое горизонт, вы знаете? Ну, горизонт... Да, я знаю. Ну-ка, расскажи. Линия горизонта, это, ну, так, которая идет горизонтально. Там, где у нас за этой чертой будет, к примеру, там лес или речка или что-то такое. То есть у нас земля встречается с небом. Да? Она бывает даже очень синенькая такая. Ее очень видно даже на фотографии. Правильно. Теперь берем, смешиваем желтую и синюю краску и рисуем нашу линию горизонта. Смотрите, вот это и есть линия горизонта. Здесь у нас будет травка, здесь у нас небо. Сейчас я вам покажу, детки, что мы делаем с нашей линией горизонта. Смотрите, берем тряпочку, складываем ее. И вот так вот ее, линию горизонта, немножко растираем. Как раз вот Настя спрашивала, чего там нам надо стереть. Ничего нам сразу стирать не надо. Вот сейчас мы ее втираем. И можно ее сразу же смело вот сюда вот так подмазывать уже вниз. Вот так. Так, ну теперь смотрим, что же у нас тут получается. Подожди, а что у тебя вот это все белое? Это? Да. Смотрите, как нам нарисовать травку. Травка же она объемная, правильно? Да. И она в поле совершенно вся разная. Поэтому можно добавлять смело темно, да? Можно добавлять прямо желтый, прям рядышком кладите, рядом желтый. И покрываем все-все-все травочкой. Весь передний план на моей картине будет покрыт травкой. А у меня будет весь. Резонт у нас более глубокий, насыщенный свет. Это у нас Даша нам подсказала такое. Айки. Молодец. А на передний план у нас выходит более светлый. У меня тоже есть своя задумка. Я хочу нарисовать поляну с разноцветными цветами. Передлый. Поэтому я немножко буду оставлять место для своих цветов. Можно сгладить линию горизонта. Но мне вот больше нравится мелкими мазочками. Все, продолжаем. Главное не бояться красок. Некоторые говорят, ой, не тот цвет возьму, не то сделаю. Вот такого не должно быть у художника. Берешь, пробуешь. Не понравилось, переделываешь. Все, Катя, я готова. Вот у меня идет полоса желтых цветов. Желтые-желтые, я хочу полосу, находящую так линию горизонта. Одна картина у нас уже готова. Самая маленькая наша участница. Продолжаем. Так, красивая картина. Красивая получилась картина? Да, у Холянки красивая картина. Да, сейчас у нас у всех должны получиться такие же шикарные картины. Следующий слой я хочу сделать красных цветов. У всех хорошо получается передний план? Да, да. Передний план у вас должен быть более лучше прорисован, чем задний. Потому что то, что вблизи человек больше видит, так же и на картине. Так, речка сутками у нас теперь. Речка сутками у нас у Анастасии. Заполняю свое поле цветочками. Желтая, красная, синяя полоса. Да, Катя, у тебя очень красиво. Мои сегодняшние ученики нарисовали все быстрее меня. Как у тебя получилась такая шикарная картина? Эту картину у нас нарисовала Леночка, которой скоро исполнится 4 года. Давай, садись на стульчик и расскажи, что у тебя здесь получилось. А здесь у меня радуга. А здесь пороска. Речка. Речка с голубой водичкой. И поэтому у нас здесь отражается радуга, да? Да. Вот такая картина получилась у Леночки. Ее смело можно ставить в рамку и кому-нибудь подарить. Так, это у нас картина Даши. Давай, Даш, что-то рассказывай. Здесь у меня лук с цветами. Солнце, тут облака и небо. Что тебе было сложнее всего рисовать? Расскажи. Вообще было сложно рисовать? Да. Что было сложно рисовать? Сложно было рисовать вот траву, вот здесь вот так делать. Что-то проводить или что-то. Ну вот, вот такая шикарная картина у нас получилась у Даши. Это настоящий цветочный лук, озаренный солнцем. Третий шедевр. Ну, Анастасия, давай, рассказывай, что у нас здесь. Сначала я нарисовала солнце с облаками. Это трава, а это маленькая речка с утками. Вот. Это маму, утка, за ней плывет много маленьких утят. Все. Теперь похлопаем сами себе. Какие молодцы. Молодцы. Здравствуйте. Субтитры сделал DimaTorzok